Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как сохранить память о жителях Куйбышева, участвовавших в легендарном параде Победы 1945 года, где в Самаре пройдет всероссийская акция «Лучи Победы». В нашей студии Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Александр Репенецкий, проректор Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор исторических наук, профессор. Татьяна Викторовна, Александр Иванович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. Александр Иванович, давайте начнем беседу с Вас. История Отечества хранит в себе много интересных событий, которые, может быть, до конца еще не всем даже известны. И мы много деталей важных и значимых не знаем. Вот по Вашей оценке, почему так важен парад 24 июня 1945 года? — Вообще, если мы говорим о параде 24 июня, это фактически триумф нашей армии, нашей страны. 1418 дней жесточайшей войны, 27 миллионов погибших. И мы победили фашизм. У людей было настроение, что это последняя война, что фашизм и нацизм никогда больше не возродятся. И понятно, что все хотели завершения вот этого страшного четырехлетия. Поэтому, когда 15 мая военные обратились к Иосифу Ивсарионовичу Сталину с предложением провести парад победы, они получили полную поддержку и было заявлено нашим главнокомандующим о необходимости разработки плана проведения этого парада. План был разработан. Единственное, что не устроило Иосифа Ивсарионовича, это сроки проведения парада. Военные просили два месяца на подготовку. Он им отвел один месяц. И это тоже понятно. Было заключено соглашение о том, что Советский Союз вступает в войну с Японией. Необходимо было готовиться к этому. И сроки парада сместились. И сам парад готовился, конечно, очень тщательно. Отбирались лучшие представители десяти фронтов. Надо сказать, что в то время, на момент окончания войны было 17 фронтов. Участвовали только представители десяти фронтов, которые освобождали страну, освобождали Европу. Ну, например, Дальневосточный фронт. Понятно, что он в войне не участвовал и не было представителей. И в параде участвовало 35 тысяч человек. Готовились ежедневно по 6-7 часов. Вот уже подсчитали, что солдат проходит по Красной площади во время парада за 3,5 минуты. А вот посмотрите, какая подготовка. И, конечно, этот парад ждали все. Перед этим тоже были парады. Но вот это вот триумф. Триумф победителей. Действительно, это парад победителей. Это парад победы. Вот, кстати, по поводу парадов. А сколько всего вообще было парадов? Вот есть информация такая? Потому что мы, наверное, до конца еще не знаем вот эти тоже важные детали и интересные детали на самом деле. Первый парад состоялся 4 мая 1945 года в поверженном Берлине у Брандербургских ворот. Будущий комендант Берлина Берзавин, он организовал этот парад, проход войск победителей мимо поверженного Рестага. Это вот первый парад. Второй, наверное, парад, который мы можем назвать, это вот как раз наш парад победы. 7 сентября 1945 года по предложению советского командования произошел парад также в Берлине у Брандербургских ворот, в котором участвовали представители четырех стран-союзников. И там особые впечатления, о чем писали корреспонденты всех европейских газет, конечно, произвели танки ИС, тяжелые танки, ИС-3, Иосиф Сталин, которые были специально, тайно доставлены в Берлин и вот впервые увидели вот эти тяжелые танки. И это тоже решение Иосифа Виссарионовича, потому что он прекрасно понимал, что вот этот союз, он рушится. Перед этим ему донесли о том, что сохранились два нацистских полка, которые... В полном составе. В полном составе. В полном составе. С вооружением. Вот, которые продолжают военную подготовку. И надо было показать союзникам, что их попытки как-то надавить на нашу страну, они будут обречены. И последний парад, это 16 сентября, это парад по поводу победы над Японией. Еще называют парад 9 мая в Вене, но, наверное, его сложно назвать парадом. Это скорее прохождение войск победителей. То есть вот несколько парадов прошло после того, как мы победили Германию. Вот тут, наверное, знаете, давайте отметим для наших зрителей, вы сейчас, когда говорили про два немецких полка, которые, находясь в плену формально у союзников, продолжали подготовку, вы говорите о той операции, которую еще иногда называют операцией немыслимой. То есть когда были планы атаковать Советский Союз и продолжить войну, рассчитывая на то, что Советский Союз истощен кровопролитной войной, и сейчас мы его можем раздавить. Я правильно понимаю? Да, 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 безусловно. И это был сигнал? Да. Александр Иванович, а как Куйбышев встречал победу? Победу встречали, ну, так как и по всей стране встречали со слезами на глазах. Площадь, вот мы сейчас видим хронику, площадь Куйбышева, громадная площадь, она была вся заполнена народом. Там стояла достаточно прохладная погода, и мы видим вот в этих тяжелых пальто, в шапках, и радость, великая радость на глазах, что закончилась война, закончилось это страшное время, и переходим к мирному строительству. Для меня очень ощущение, вот в фотодокументах, прежде всего, встречи победителей, фотоархив нашего земляка Финникова, который сохранился, это июль месяц прибытия на наш железнодорожный вокзал поезда в Лен-Куйбышев, да, и как была наполнена Комсомольская площадь. Это действительно уникальные фотодокументы, которые вот на сегодняшний день, они весьма актуальны, находятся в широком доступе, можно посмотреть, насколько это было действительно радостно и искренне, и это действительно было не только со слезами на глазах. Это была большая, большая радость. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, он касается тоже Парада Победы. Ровно в 10 утра трансляции боя кремлевских курантов возвестила о начале торжеств на площади Куйбышева в Самаре. К этому времени парадные расчеты уже построены, последние приготовления завершены. Перед началом войска 2-й гвардейской армии салютом поздравили героя Советского Союза Владимира Чудайкина. И вот, согласно строевому уставу, знаменная группа выносит государственный флаг и знамя Победы. Знаменная группа выходит под звуки песни «Священная война». Эта маршевая мелодия стала символом защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны. После выноса знамени начались официальные поздравления. Весь мир увидел, как советские бойцы бросали к стенам Кремля штандарты поверженных фашистских армий. Это был великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от коричневой чумы. И завоевали эту победу наши соотечественники, наши с вами родные люди. Самара Куйбышев в годы войны была запасной столицей. Предприятия региона обеспечивали Красную армию техникой, оружием и горючим. И почти полмиллиона жителей области отправились на фронт. После исполнения гимна России началось торжественное прохождение парадных расчетов. В строю военнослужащие, силовики и курсанты в этом году участие в параде принимали гости из других регионов. По площади прошли колонны разных родов войск Центрального военного округа. Тем более, что многие города отказались от проведения парада. После прохождения пеших колонн на площади показалась военная техника. Современные машины, стоящие на вооружении 2-й гвардейской армии и раритетные образцы времен Великой Отечественной войны. Авиационная часть парада – это вертолеты и самолеты Су-24МР и Су-34. Военный парад в Самаре смогли увидеть люди во всем мире. Были организованы телевизионные и интернет-трансляции. Вещание проводилось в том числе и на ресурсах телеканала «Самара ГИС». Я очень хотел, чтобы мы посмотрели этот сюжет, на самом деле, потому что это важный сюжет. И я очень хотел, чтобы мы еще раз увидели нашего героя Советского Союза. К сожалению, его сейчас с нами уже нет, но он в наших сердцах. Мы сами помним, что не так давно, в канун Дня Победы, открыт бюст герою Советского Союза, нашему земляку в Парке Победы. И если говорить о теме, как пройдут еще события, как мы помним события, связанные с парадом победителей, в Москве в 1945 году, 24 июня, в полдень в Парке Победы, пройдет возложение цветов к мемориальному комплексу, где увековечены имена участников парада куйбышевцев, не только жителей нашего города, но и всей Самарской области. Безусловно, по данному направлению нам есть еще с чем работать. Мы с Александром Ивановичем, с коллегами, с нашим музеем 120-й школы, с родственниками участников парада обмениваемся информацией, есть где-то недостоверные сведения. Поэтому сейчас мы имеем информацию о 196 участниках парада, но говорят, что их могло бы быть и большее количество. Это такая достаточно интересная работа на будущее вместе с большим количеством единомышленников. И еще раз могу сказать, что музей 120-й школы, именно музей парада Победы, заслуживает отдельного внимания. Музей, который был организован в 1974 году с идеей, с предложения ученицы 6-го класса. И поддержан уже педагогами, и на сегодняшний день весьма успешно работает. Конечно, работа проведена колоссально. Вот мы с Александром Ивановичем смотрели и книгу, которая называется «В строю победителей». Это пока единственное издание, которое обобщило информацию об участниках этого парада. Поэтому для себя мы на будущее... Уникально, уникально. Да, она действительно очень интересная, поэтому мы на будущее и для себя ставим задачу продолжить эту поисковую работу. А сейчас максимально, чтобы к дню 24 июня мы могли встретить в день, который посвящен этой памятной дате, людей, которые были близки этим участникам парада. Внуков, правнуков, родственников, знакомых. И мы все их приглашаем в этот день, в полдень в Парк Победы, для того, чтобы почтить память павших людей в годы Великой Отечественной войны. Там ведь, насколько я знаю, есть очень... Ну, они вообще все замечательные люди, те, кто участвовали вот в Параде Победы. Но среди самарских участников есть люди вообще уникальные, насколько я знаю. Женщины. Женщины, я вот на это намекаю. Да, да. Расскажите, потому что их было крайне мало. Ну, то есть, если судить в процентном соотношении... Да, вот в общем 35 тысяч, среди них всего лишь 32 женщины. Это прожекторный полк, который участвовал... Его представители участвовали в сводном полку. Сводный полк фактически завершал Парад Победы. И вот среди этих 32 женщин есть наша землячка Дударова, которая участвовала в этом параде. И вполне возможно, вот Татьяна Викторовна сказала о том, что вполне возможно, что еще одна женщина участвовала. Но это требует и дополнительного поисковой работы, работы в архивах. Может быть, еще появится еще одна участница. Буквально недавно встречались с Александром Ивановичем, с дочерью участника парада Егорова Егор Егорчия, и с Ольгой Викторовной Клейкиной, тоже с дочерью Дмитрия Николаевича Голосова, герой Советского Союза. Прям вот на днях эти были встречи и разговоры. Главное, спасибо. Спасибо, что мы помним. Мы помним о тех людях, которые для нас подарили эту жизнь. Ну, по сути, да. По сути, да. Вот вы сказали, что вторая женщина может оказаться среди участников. Это откуда информация? Ну, на одном из наших информационных ресурсов мы нашли эту информацию. Сейчас ведем ее, так скажем, актуализацию этой информации, насколько она достоверна, в плане того, что действительно еще была ли одна женщина участник парада. Потому что это будет, ну, уникально. То есть из одного города две женщины оказались... Скорее всего, области. Сергей Александрович, скорее всего, области. Скорее всего, области, да. Ну, их всего 32. Здесь просто нужно еще раз подчеркнуть, как строго отбирались участники этого парада. Там ведь для каждого шился отдельный костюм. Это был процесс. Это был процесс. Ну, не костюм в данной ситуации, а все-таки это военная форма определенного образца, цвет, цвет. То есть это же было целое событие, то есть со всей страны собирали лучших из лучших. Вот чем и ценен музей, еще раз скажу, 120-й школы. И молодцы, конечно, 120-й школы. Конечно, которая действительно рассказывает очень подробно. И о форме, так как одевались, и даже представлены образцы, по-моему, один образец той формы, которая была у участника парада, именно Куйбышев в том числе, потому что музей действительно работает очень много, именно работал много с участниками этого парада и с Советом ветеранов. Но 24 июня еще пройдет одно событие, которое, на мой взгляд, заслуживает внимания. И Самара, Самарский регион впервые входит в этот проект, который прошел в 2020 году на территории Российской Федерации. Он называется «Лучи победы». Если сегодня мы видели на экране с вами это проведение парада 24 июня 2020 года, то кульминацией в 1945 году это было, как даже сказать, назовешь, ну сейчас бы это, наверное, сказали, такой праздник света и фейерверка, да, то на пяти бульварных кольцах в Москве, да, было порядка тысячи проежекторов, очень массивные залпы салюта, это было финалом этого дня парада победителей. И по итогам 2020 года проект «Лучи победы» получил очень высокую оценку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И сейчас этот проект предложен для реализации всем городам Российской Федерации, городам трудовой славы, городам трудовой доблести, городам героев, проведению. И суть его заключается в том, что выбирается несколько памятных мест на территории городов, рядом с которыми, в периметре которых будут в небо подняты лучи. Поэтому и проект называется «Лучи победы». Самара выбрала два пока объекта. Говорю два, потому что мы надеемся, что проект получит свое продолжение, и у нас очень много памятных мест. Вот мы сейчас говорим о парке победы, который был открыт в 1977 году, но планировалось открыть в 75-летию, в 30-летию победы. Там вот та же самая стена, на которой мемориальные, на которой занесены все имена, или не все имена участников этого парада, она тоже заслуживает отдельного внимания, об этом можно подумать и в следующем году. Но сейчас две площадки, два объекта. Это Самарская площадь, монумент славы, наше высотное 53-метровое, монумент, и Ил-2. Соответственно, там это будет происходить? В 24 июня в 23.00, как это было и в 45-м году, в Нима поднимутся лучи. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается вот этого события. Напомнить о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, о его мужестве и миллионах жертв нацизма при помощи акции «Лучи Победы» впервые решили два года назад в городе Герои Севастополя. При поддержке президента страны Владимира Путина акция обрела масштабный характер. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Тогда в 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец, а в год 75-летия Победы над российским небом прожекторы зажглись вновь. Так страна вспомнила о знаковом для каждого событии. Немалый вклад в Великую Победу внес и наш регион. За четыре года на фронт ушли более полумиллиона наших земляков. 24 июня этого года в 23 часа в городах трудовой доблести, Самаре и Сызране, небо над памятником Ил-2, монументом славы и Спасской башни Сызранского Кремля осветят огни. Два года назад указом президента России Владимира Путина Самаре было присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2021 году почетного звания удостоился город Сызрань. Для региона и города акция «Лучи Победы» является знаковой. Здесь свято берегут память о защитниках и тружениках тыла. В акции примут участие расположенные в регионе и городе предприятия. В Самаре это завод имени Тарасова, Куйбышевский нефтеперерабатывающий и металлургические заводы, а также жители городов, представители общественных организаций, студенты, участники военно-патриотических объединений, школьники. Одним словом, все желающие. Планируется 500 детей, что примет участие. Также будут две площадки задействованы, это аллея «Трудовой славы» и «Парк Победы». И там, и там порядка 500 детей будет из школьных лагерей. В определенной экскурсии конкурсные площадки будут для этих детей проведены. Чтобы ознакомить детей с историей знакового события, для педагогов подготовили информационные материалы. Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого 24 июня в 23 часа необходимо включить прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото можно размещать в социальных сетях с хэштегом «Лучи Победы». Давайте подробно расскажем, как это будет происходить. 24 в 23.00, Ил-2, Площадь Славы, наш знаковый монумент. По слову Победы нашего оружия и трудового подвига наших земляков, по 28 осветительных приборов, они совершенно разные по своей мощности, поднимутся в небо. Но начнется еще и с музыкального пролога. Безусловно, Александр Иванович, когда говорил об исторической составляющей самого парада, не упомянул для нас важный тоже момент. Был сводный оркестр из 1400 человек. И, конечно, в исполнении двух оркестров Самары и Муниципального духового оркестра и Оркестра 2-й армии прозвучат те музыкальные произведения, которые были исполнены в 1945 году. И прославленный наш музыкант, Советский Черницкий, он сочинял для этого и специальные произведения музыкальные. Все они будут включены в музыкальный пролог. И слова ведущего, который будет напоминать и рассказывать нам об истории этого события, это все в 22.30. А в 23.00 в течение 35 минут будут работать световые приборы, и прожектора для подсветки наших знаковых объектов. Доступ на Самарскую площадь свободный у нас. Все, что касается Ил-2, да, здесь есть момент определенной логистической схемы движения. Но понимая, что максимальное количество ощущений от световых приборов, от ощущения вот этой яркой световой картинки, будет, конечно, по периметру самого объекта, если их смотреть с перекрестков Московского шоссе и Кирова, там достаточно комфортные, удобные площадки, для того, чтобы можно было посмотреть, как будет работать вся эта акция. Ну, то есть, если говорить о том, где вот удобно смотреть, то на Самарской площади, понятно, это площадь, там это, собственно говоря, везде удобно, а вот около самолета, как его в народе называют, наверное, вот это, в первую очередь, площадка, которая раньше называлась площадкой ипподрома. В том числе, да, да, там достаточно она комфортная, благоустроенная, она действительно очень... Она большая, самая главная. Она большая, да, и достаточно безопасная. И достаточно, да. Да, но мне бы еще хотелось сказать о том, что акцию поддержали еще и несколько промышленных предприятий нашего города. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, имея на территории своего завода управления, мемориальный объект поднимет лучи в небо там. Самарский металлургический завод подключился к этой акции, завод имени Тарасова, тоже это на территории их завода управления, будут подняты лучи в небо. Поэтому откликнулись еще несколько предприятий. Мы надеемся, что, возможно, еще ряд из них сумеют подготовиться к этому мероприятию и также подключиться к этой акции. Уважаемые гости, вот это событие, безусловно, важное. Его знают историки. Вот парад победы, лучшие победы. Свеча памяти, это 22 июня, это день начала. Отдельная, да. Отдельная совершенно история, как бы, ну, такая, наверное, трагическая дата, безусловно, когда... Они две так рядом стоят, 22. Да, вот, кстати, два дня всего, 22 и 24. Два дня в истории, да. В этом что-то есть на самом деле. То есть в первый день нужно просто посидеть и помолчать, а 24-го прийти на парад. Вот как вы считаете, а почему сейчас нужно об этом рассказывать? Вот зачем нужно об этом сейчас напоминать? Александр Иванович, да. Во-первых, я скажу, как и преподаватель, и как историк, что без понимания нашей истории, без знания нашей истории и невозможно понять настоящее, и знание истории дает уверенность в том, что мы идем по правильному пути. И то, что мы сейчас говорим о таких значимых датах нашей истории, о которых, может быть, мы до этого не говорили, это, конечно, на мой взгляд, очень хорошо. Это сейчас вот может быть такое заезженное слово патриотизма, очень много употребляется. Оно не заезженное, оно, на самом деле, вот, может быть, другими красками сейчас играет. Вот, конечно. И поэтому то, что вот и проходит эта акция в нашем городе, и то, что очень много стали говорить о триумфе нашей страны, на мой взгляд, это чрезвычайно хорошо, и не только для молодого поколения, для всего населения нашей страны. То есть вот какая ситуация. Я учился в советской школе, в хорошей советской школе, но я не знал об этом параде. Вот вы знаете, мне там стыдно, но из школьного курса истории тогда я о нем не знал. То есть я знал 9 мая, я знал там дату подписания, но вот эти детали нам не рассказывали. Хотя, ну, это невеликая сложность рассказать там школьнику, дать ему еще 20 минут и рассказать об этом событии. А почему тогда об этом не рассказывали? Как вы считаете? И почему сейчас мы вспомнили? Ну, почему тогда не рассказывали? Вы знаете, в 1948 году было такое принято негласное решение, что все силы, вся информация должна быть направлена на будущее страны, на развитие страны, на то, что фронтовики должны прежде всего участвовать в возрождении экономики, в возрождении Советского Союза. И вот, наверное, тоже, может быть, наши зрители знают, ведь 9 мая перестал быть праздником, перестал быть выходным днем. И вот, наверное, вот в этой ситуации, когда и 9 мая не отмечалось, как всенародный праздник. В 60-х, да? Ну, да, в 60-х. При Иосифе Вестарионовиче, Никите Сергеевичу, только Леонид Ильич Брежнев вернул нам этот праздник. И вот в этой ситуации и о параде победы тоже практически перестали говорить. То есть историки-то знали, а вот ни статей, ни какой-то другой информации не было. И фильм-то вот стали снова показывать только в последние годы. Ведь был снят фильм о параде победы, причем его смонтировали за неделю фактически после парада, первый полнометражный документальный цветной фильм. И вот если мы будем, вот уже мы с Татьяной Викторовной обсуждали, все куйбышевцы стремились посмотреть. Ведь они могли только по радио слушать, ни телевизоров, ничего не было. А вот в кинотеатре буквально ломились, чтобы посмотреть этот фильм. И, конечно, вот это бросание знамен, штандартов. Это, вот, опять же, в газетах... Это эмоционально очень. Эмоционально. Да, в газетах пишут, хлопали, кричали во время демонстрации этого фильма. То есть вот эти эмоции захватывали. Ну, вот, наверное, так. Да, вы знаете, Ян, мы делаем не первый проект, который связан с историческими датами и событиями, именами Великой Отечественной войны посвященных. Много очень помощи оказывают достаточно молодые люди. Юноши, девушки, школьники, студенты. Сейчас мы работаем с волонтерами Победы. Они как раз обзванивают родственников, знакомятся с ними и ищут их. Всегда интересно наблюдать за этой реакцией. Можно попросить и сделать это как-то так. Ну, потому что попросить. Для галочки. Ну, да. Но, тем не менее, ты доброволец. Ты волонтер. И всегда это должно быть от слова «добро», если ты доброволец. Я больше вижу искренности и больше в поддержке. И понимание того, да, мы этого не знали, но нам это действительно интересно. Мы говорим о доме, мы говорим о родине. Вот мы с вами говорили, с чего начинается родина. Я помню эти слова. Да. И какие эти слова. До сих пор я думаю, что мы можем продолжить. С кортенки, с надежных и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. И мы говорим, конечно, о родине. И воспитание, уважение, любви к родине. Мне кажется, что в данной ситуации говорили об этом в советский период, не говорили об этом в советском периоде. Главное, что мы об этом говорим сейчас. И для этого у нас есть возможность и время. Спасибо за интересную и содержательную беседу. И завершая словами этой песни, у нас никому не отнять. Вот это все. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Александр Репенецкий, проректор Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор исторических наук, профессор. Помните нашу историю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова